Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня читаем сказку Дональда Бисетта «Дракон Коммада». Жил-был на свете дракон. Звали его Коммада. Он умел извергать огонь, и поэтому все окрестные жители его боялись. Заслышав его шаги, все разбегались и прятались. А шаги его было мудрено не услышать, потому что Коммада носил сразу три пары башмаков. У драконов ведь шесть ног. И все шесть башмаков вместе, да еще каждый башмак в отдельности ужасно скрипели. Но вот однажды Коммаду повстречал девочку Сьюзи, которая ничуть его не испугалась. «Зачем ты извергаешь огонь?» спросила она. «Ты же всех пугаешь». «Ну-у-у-у», ответил дракон. «Не знаю, как-то даже не думал об этом. А что, больше не надо пугать?» «Конечно, не надо», сказала Сьюзи. «Ладно, не буду», пообещал Коммада. Они попрощались, и Сьюзи пошла домой. Уже стемнело, но фонарщик Чарли почему-то не зажигал огней, и прохожие не знали толком, куда им идти. Оказывается, Чарли даже не вставал в этот день с постели. Он слишком устал накануне вечером, еще не успел как следует отдохнуть. Он крепко спал и жевал во сне бутерброд. А мэр города Церуэлем очень сердился. Он не знал, как зажечь уличные фонари. И тут Сьюзи пришла в голову удачная мысль. Она побежала назад к пещере Коммада и привела дракона в город. Они вдвоем обошли все улицы. Дракон извергал огонь и зажигал подряд все фонари. Жители города очень обрадовались. С тех пор они совсем перестали бояться дракона, и каждый год, когда фонарщик Чарли уезжал в отпуск, они звали Коммада зажигать на улицах города фонари.